Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, скульптуры. Агустин Лазо, дети с птичьей клеткой, 1934 год, холст масла, 124 на 99. Агустин Лазо собирался последовать примеру отца, избрав профессию архитектора, но любовь к живописи полила его сначала на занятия под открытым небом в школе Санта-Анита, основанной в 1913 Альфредо Ронсом Мартинесом, а позже в Национальную школу изящных искусств. С 1922 по 1932 год Лазо жил в Париже, являвшемся в это время центром художественного авангарда, вернувших в Мексику вместе с Роберто Монтенегро, Хулио Кастелносом и Мануэлем Родригесом. Он сотрудничал с экспериментальным театром «Улис» и журналом «Современники», пробовал себя в роли драматурга. Данная работа была создана по заказу испанского посольства в Мексике и первоначально названа «Музыка-2». Она задумывалась, как парные композиции «Рисующие дети». Музыка-1. Манера исполнения фигур напоминает стиль произведений Пабло Пикассо 1920-х годов. Примечательный колорит картины, основанный на гармоничном сочетании цветов. Ну вот такое описание в картине «Дети с птичьей клеткой» или «Музыка-2» Августина Лозо я нашел в интернете. Пользовался текстом «Великие музеи мира». Пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok